Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Поздравляю вас с Днём работников органов безопасности. С праздником! Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации, защищает её суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан. Эта служба требует особых качеств, особого склада характера, твёрдой веры в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества всегда превыше всего. Так было действительно всегда в истории органов безопасности. История спецслужб богата яркими подвигами и легендарными именами. В России с уважением относятся ко всем поколениям людей, которые берегли нашу страну от внешних и внутренних угроз, преклоняются перед героизмом и стойкостью наших ветеранов. В наступающем году мы будем торжественно отмечать 70-летие Великой Победы. В разгром врага сотрудники органов безопасности, контрразведчики, разведчики, пограничники внесли поистине неоценимый вклад. Нашей стране пришлось пройти и через холодную войну, и через прямую агрессию международного терроризма. И всегда сотрудники органов безопасности были, что называется, на передовой, с честью выполняли свой долг. И в нашей недавней истории мы это знаем хорошо. Никогда не забуду ребят, которые жизнью своей заплатили за то, чтобы страна чувствовала себя в безопасности в годы, когда международный терроризм действительно наседал так, что, казалось, этому не будет конца. Уверен, традиции, на которых воспитываются сотрудники органов безопасности, будут надёжным, верным ориентиром для тех, кто сегодня в строю и кто в будущем выберет для себя эту почётную профессию, профессию защищать свой народ. Уважаемые товарищи, сегодня от каждого зависит очень многое. И к эффективности, к качеству работы органов безопасности предъявляются самые высокие требования. Обстановка в мире далека от стабильной. Растёт число угроз и рисков. Игнорируются нормы международного права. В ход идут все средства и шантажи, провокации, и экономическое, и информационное давление, ставка на радикальные элементы, националистические группировки. Попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию и тем самым поставить под полный контроль целые страны. Откровенно звучат заявления о том, что Россия должна дорого заплатить за свою независимую позицию, за то, что поддерживается отечественников, за Крым, за Севастополь, иногда, кажется, просто за то, что мы существуем. Очевидно, что запугать нас, сдержать, изолировать Россию ни у кого не получится, никогда не получалось и никогда не получится. Попытки такие проводились всегда, на протяжении столетий, я уже об этом говорил публично, а в XX веке многократно, просто многократно, и в 20-е, и в 40-е годы, и позже ничего не получилось, и сейчас ничего не получится. При этом мы должны быть готовы проходить через определенные трудности и давать всегда адекватный ответ на любые угрозы нашему суверенитету, стабильности, единству нашего общества. В этой связи ещё раз отмечу важность жёсткой и бескомпромиссной борьбы с терроризмом и экстремизмом. В этом году благодаря вашим решительным действиям предотвращено 60 преступлений террористической направленности, из них 8 терактов. Присечена деятельность 46 террористических и экстремистских групп. Необходимо и дальше повышать эффективную превентивную работу, укреплять взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе в противодействии экстремизму, национализму и ксенофобии. Предельная собранность и мобилизованность требуются от контрразведывательных подразделений. Активность зарубежных спецслужб, работающих по России, растёт. Так только по линии контрразведки в текущем году выявлено свыше 230 кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. Самое серьёзное внимание следует уделить охране государственных рубежей, обеспечению устойчивой работы органов государственного управления, защите экономических интересов России. Большой круг задач у службы внешней разведки, прежде всего в сфере прогнозирования и анализа потенциальных рисков и угроз, а также в оценке характера и вероятного развития ключевых международных событий. Отмечуя напряжённую работу сотрудников ФСО, прежде всего при обеспечении безопасности участников и гостей зимней Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, других важных крупных мероприятий. Дорогие друзья, хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за честную и добросовестную работу. Верю в ваш патриотизм и преданность своему делу, преданность нашему Отечеству, вашу стойкость и готовность к любым испытаниям, в то, что каждый из вас будет с честью защищать достоинства и национальные интересы нашей Великой Родины. Ещё раз поздравляю всех присутствующих, всех сотрудников Органов безопасности, ветеранов с праздником. Позвольте пожелать вам всего самого доброго в наступающем 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова